Очередной рейд краснодарских активистов, которые, к сожалению, однажды вжились в роль инспекторов-общественников и решили, что теперь будут бороться с нарушениями на дорогах, неожиданно вызвал шквал возмущения. Причем не только у водителей, к которым они подходили, но и у тех, кому они якобы пришли на помощь. Дело в том, что эти самозванцы умудрились так извратить благую идею, что сами стали представлять опасность. По крайней мере, именно их теперь считают главными городскими хамами. Все доказательства в материале Романа Польшакова. Жители жаловались, они приехали. Здесь, по словам местных, все обнаглели. Паркуются, как хотят, прямо на тротуаре. Искать и ждать нарушителей долго не пришлось. Появились быстро. Это что такое тут? УАУ? Куда едешь? Что ты, перед тобой, переедешь? Ты что делаешь, глядя? А? А что там за пацанчик? С камерами двое интеллигентного вида речь, как у кандидатов наук. Один почему-то в жилете пресса. Светится сам и буквально просвечивает нарушителей своим накамерным фонарем. На максимальной яркости. Водитель реагирует не сразу. А что ты борзый такой, а? Че тут встал? Вон дорога, посмотри, тебя как зовут? Меня, смотри, сюда с тобой разговаривают. Но они не сдаются. Двое с камерами сначала требуют убрать автомобиль, а после того, как он собирается уехать, загораживают путь. Водитель, который, конечно, нарушил, идет разбираться. А почему вы хамите? Смотрите удостоверение, я вам не хамлю. Пешеходом хамили. На каком основании? Какой пункт? Почему вы меня удерживаете? На каком основании вы стоите на полторе? Вы меня удерживаете. Яркий свет и напор активистов все-таки вывели его из себя. Молодой человек идет в рукопашную. Справиться пытаются уже вдвоем. Третий звонит в полицию. На людей нападаешь. Бери от меня. Ты успокоился, тебя спрашивают. Не будешь больше? Нападать не будешь больше? Он первый на меня нападал. Ты будешь еще? У меня зафиксировано на камеру. Ты будешь еще нападать? Шоу сегодня удалось. Не зря потратили время. Вокруг уже довольные пешеходы, требуют возмездия. Водитель пытается заправдаться, но все равно оказывается в машине сотрудника ДПС. С одним разобрались, на подходе другой. Солидный, на дорогой иномарке. Приехал забирать ребенка. Его отсюда попросили. Он, конечно, отказался, но вышел из машины поговорить. Дети у вас есть. Что ты снимаешь? Бери все-таки. О, нападение на журналиста. На шести лет. Ты что делаешь? Ты не понял, выдержи. Что ты меня трогаешь? Ты что творишь-то? Я говорю, хочу пройти еще. Ты что творишь, дядя? Да пройди вокруг. Автомобиль, кстати, припарковал не на пешеходной зоне, но двое с камерами снова делают это. Преграждают путь, засыпают вопросами. Тут с трудом держит себя в руках. Забирает ребенка из парка, собирается уезжать, но приходится задержаться еще ненадолго. Ты никак не угомонишься, да? По поводу Краснодара, а что ты оскорбляешь? Что, если здорово все можно, что ли? Да нет, а что ты здорово все здорово? Да ничего не буду делать. Ну, все тогда, а что ты грубишь-то? Скандалом не получается. Позади еще один водитель пробует говорить с ним. Что ты там рот разокрой свой, езжай, езжай, да слышишь? Мамке дома расскажи это, понял? Нарушители парковки получат свои штрафы, но в этот раз, говорят очевидцы, с активистами тоже не мешало бы провести как минимум воспитательную беседу. Угрозы, оскорбления и даже рукоприкладство, похоже, они уверены, что в борьбе за пустой тротуар все средства хороши и наверняка уже скоро выйдут на очередное дежурство. Роман Большаков, Александр Софиулина и Татьяна Новикова. Экстренный вызов.